МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выезд на встречную полосу движения и управление автомобилем в состоянии опьянения. Всего у нас зарегистрировано 611 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 57 человек погибли и 750 получили ранения. Также в этом году у нас наблюдается рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Ну, могу сказать, что три четверти из них находились в автомобиле в качестве пассажиров. Что, в принципе, еще раз подчеркивает необходимость соблюдения правил перевозки несовершеннолетних, использования детских удерживающих устройств в зависимости от возраста, специальных приспособлений для их перевозки. На порядок увеличилось число остановленных водителей, управлявших машиной, в состоянии опьянения. Из более 2000 выявленных нетрезвых водителей почти 400 попались повторно. И уже в их деянии образуется состав уголовно наказуемого преступления. Это 264-й, прям один. На особом контроле у инспекторов ДПС так называемые средства индивидуальной мобильности. Вдвое увеличилось количество профилактических мероприятий, проводимых именно по этой категории участников дорожного движения. И уже за это полугодие к административной ответственности за различные нарушения привлечено около 200 лиц, которые управляют средствами индивидуальной мобильности с нарушениями правил дорожного движения. Наиболее аварийно опасны областной центр и федеральные дороги. Из всех федеральных дорог наблюдается рост количества погибших только на дороге М-19. При разрешенной скорости 130, то тяжесть последствий для дорожного происшествия выше. Как правило, это наезды на пешеходов, которые, так скажем, только что стали пешеходами, выйдя из транспортного средства по причине технической неисправности транспортного средства. Поэтому при каких-то поломках до подъезда аварийного комиссара, который имеется, всем рекомендуется уйти за ограждение для того, чтобы не стать участником дорожного транспортного происшествия. И будь то пробитое колесо или еще какая-то другая поломка, которую возможно устранить, начать ее устранение только после того, как подъедет аварийный комиссар, и обозначить место вашей остановки заблаговременно, потому что скоростные режимы, которые имеются на этой дороге, они очень высоки. И еще в нормативных актах, касающихся безопасности дорожного движения, произошли изменения. Подробнее об этом в следующих выпусках патрульной службы. Продолжение следует...